Возможно, и вопросы или темы, которые мы бы хотели, чтобы были озвучены при отчете администрации, обсудить на заседании фракций. Я надеюсь, что это все сделали. Соответственно, предлагаю от фракции задавать вопросы по отчету о деятельности администрации за 2011 год. Пожалуйста, коллеги, кто желает? Лев Маркович Шлозберг, пожалуйста. Шаман Андрея Анатольевич, хочу вернуться к нескольким пунктам вашего отчета. В первую очередь, реформы здравоохранения, касающиеся общей сети учреждений здравоохранения. Те отдельные точки роста, которые были обозначены, в первую очередь, кредиологический центр, они очевидны. Вместе с тем, достаточно посетить любой район Псковской области, в том числе и те районы, где сейчас расположены так называемые межрайонные медицинские центры. Я говорю так называемые, потому что материальных ресурсов этих больниц, за исключением острого, не хватает для того, чтобы в полной мере эту концепцию реализовать. И если туда приехать и пообщаться с людьми, то высвечивается несколько одних и тех же очень острых проблем. Первое – это массовое сокращение числа отделений в учреждениях здравоохранения, повсеместностное закрытие детских отделений, минимизация и массовое закрытие отделений хирургии, отсутствие реанимации уже более чем в половине больниц. Если говорить о реальной доступности услуг здравоохранения, то для минимум 200 тысяч жителей Псковской области эта доступность в результате реформы здравоохранения сократилась. Не рассматривает ли администрация возможность и необходимость, я бы сказал необходимость, провести детальный анализ минувшего года как реформы учреждений здравоохранения, сформировать некий стандарт районной больницы, да, они все целы уже как государственное бюджетное учреждение здравоохранения, но их формат существенно сократился. И определить тот стандарт, ниже которого районная больница просто не может опускаться, вне зависимости от того, в каком районе она расположена. Особенно в части детских отделений, отделения реанимации, отделения родовспоможения и ситуации со скорой помощью. Это требует отдельного внимания, потому что в той ситуации, в которой сейчас находится скорая помощь, она не была никогда. Из службы экстренной помощи скорая помощь в большинстве районов превратилась в службу автотранспортной доставки больных в межрайонные центры. И если машина скорой помощи с больным едет из одного районного центра в другой, то вызвать эту машину для экстренной помощи уже невозможно. Она при этом оказывает не медицинскую услугу, она оказывает транспортную услугу. И путем физического увеличения машин скорой помощи эта задача не решается. Я хотел бы задавать вопросы по очереди. Есть еще два вопроса, но сначала, если можно, по здравоохранению. На мой взгляд, эта ситуация еще обратима. Насколько мне известно, и отделения реанимации, и мои отделения в больницах, в большинстве больниц, законсервированы. То есть их восстановление, их функциональности возможно еще в течение ближайшего года. Таким образом, можно произвести эффективные изменения, откорректировать реформу так, чтобы доступность медицинской помощи была сохранена. И в связи с этим один очень важный вопрос. Рассматривала ли администрация области в качестве альтернативы сохранению муниципальной формы собственности на все имущественные комплексы центральных районных больниц? Потому что я не нашел в законодательстве обязательности передачи именно имущественных комплексов в собственность субъекта Федерации. На мой взгляд, могло быть произведено иное действие. Передача этих комплексов на уровень области в бессрочное и безвозмездное пользование. И органы местного самоуправления при такой ситуации сохранили бы контроль за имущественными комплексами. Сейчас высказываются опасения на местах, что так называемые избыточные помещения в дальнейшем каким-то образом будут использованы не для медицинских целей. Сейчас исключительным... Вопрос задаете дольше, чем губернатор выступал. Вы как-то определитесь? Нет, я думаю, что если мы посмотрим на то, с которым выступал губернатор, то еще не столько. Спасибо за заботу, Александр Алексеевич. Я хотел бы услышать ответы на все эти вопросы, потому что сегодня это тема номер один в любом районе области. Спасибо. Лев Маркович, меня всегда поражали люди, которые считают, что они разбираются во всех сферах. Я, насколько вас знаю, а знаю я вас уже достаточно давно, вот любую сферу подними, у вас везде есть свое профессиональное мнение. Если вы думаете, что я не посещаю наши районные больницы с большей чистотой, чем делаете это вы, вы тоже глубоко заблуждаетесь. Значит, естественно, при подготовке программы модернизации здравоохранения Псковской области все наши центральные районные больницы, их потенциал с учетом маршрутной сети, с учетом логистики по доставке пациентов, с учетом возможности замещения той или иной медицинской услуги в так называемых межрайонных медицинских центрах, это все было изучено. Изучено не только нами и нашими специалистами в сфере здравоохранения, но и самым детальным образом оценено экспертами на уровне Министерства здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации. Иначе бы, как вы знаете, мы в федеральную программу модернизации не смогли бы войти. Да, действительно, я в своем докладе это упомянул, по некоторым нашим учреждениям здравоохранения возникают вопросы целесообразности сохранения той или иной функции. Поверьте, что в каждом конкретном случае мы эти вопросы решаем. Как это было на примере с Дновской и Дедовичской больницах, как это было во всех наших учреждениях здравоохранения, расположенных в приграничных районах, во всех, которые находятся в шаговой, так называемой, доступности к нашим федеральным трассам, все, что касается дорожных травм. По поводу пересмотра программы. Ну, говорить о пересмотре программы не представляется возможным. Программа рассчитана на два года, и в 2012 году она заканчивается. Вы знаете, что объем федерального финансирования по этой программе превалирует. Я цифры вам по 2011 году привел к 1 миллиарду 100 миллионам, чуть больше 150 миллионов областных средств. Поэтому, еще раз, какие-то точечные решения, которые бы касались увеличения количества спецтранспорта, они как принимались, так и будут приниматься. Вы с надрывом говорите про службу скорой медицинской помощи, основываясь на информации своих коллег, которые в этой службе трудятся. Соберите информацию по области. Каждое учреждение здравоохранения в рамках программы получило дополнительный транспорт. Там, где мы поняли, что по логистике этого транспорта не хватает, не для подвоза больных, а для обеспечения основной своей функции, скорой медицинской помощи, там этот транспорт либо уже был куплен, либо будет куплен в текущем 2012 году. Надо посмотреть просто программу 2012 года внимательно, взять ее и изучить. Что касается передачи имущественных комплексов муниципальных учреждений здравоохранения в областную собственность. Коллега, до тех пор, пока у муниципальных наших образований не будет собственных сил и средств содержать, не просто содержать, а еще и приводить эти комплексы в нормальное состояние, мы посчитали возможным и необходимым, чтобы эти имущественные комплексы перешли на областной уровень. Помимо самой медицинской функции, еще и имущественный комплекс. Поверьте, мы несем колоссальные затраты на ремонты и содержание этих учреждений. Пройдет период модернизации, приведется все в порядок. Возможно, к этому вопросу будет возвращение. Но не сегодня и не сейчас. Лев Маркович, настоятельно вам рекомендую еще раз внимательно вторую часть программы изучить, которая приходится на 2012 год в разрезе наших учреждений здравоохранения. По приемным отделениям, по экстренной помощи на местах все необходимые корректировки, которые надо было принять, мы в 2011 году приняли. Значит, вот у нас сегодня мы говорили о выездах в районы. Давайте сделаем тематический какой-то выезд, Александр Алексеевич, соберем группу депутатов, особо в этой теме разбирающихся, и просто провезем, покажем всю модернизацию, все ремонты. Ознакомим с маршрутной сетью. Может быть, меньше вопросов будет. Лев Маркович, вы умудрились в один вопрос уложить три. Вы будете использовать свою возможность еще для двух? Да, буду. Пожалуйста. Вы сказали, что на ремонт сети региональных дорог было потрачено 129 миллионов рублей в минувшем году. Если мне не изменяет память, доходы от платных дорог в Псковской области в минувший год составили более 200 миллионов рублей. Прокомментируйте, пожалуйста, на что, в принципе, идут деньги, полученные за эксплуатацию платных автодорог, поступившие в бюджет Псковской области, если эта сумма превышает сумму, потраченную из бюджета на ремонт региональных автомобильных дорог, если вы не ошиблись, цифры 129 миллионов рублей. Лев Маркович, я никогда не ошибаюсь с цифрами. Расходы на дорожную отрасль включают в себя, кроме ремонтов, львиную долю расходов на содержание и эксплуатацию этих дорог, на уборку снега, на подсыпки, на грейдирование и так далее. Из общей цифры, которую я назвал 1 миллиард 100 миллионов, больше 800 миллионов ушло именно на эти цели. Это первое. Второе. Кроме ремонта региональных дорог, мы еще ремонтируем мосты, мостовые сооружения. По финансовой емкости работ, достаточно финансовые емкие работы, количество мостовых сооружений, которые мы отремонтировали в 2011 году, и которые плюсом к этому еще переходящие, пошли на 2012, я вам назвал. Это тоже большие деньги. По формированию дорожного фонда, мы с вами не так давно, когда мы утверждали бюджет на 2012 год и на плановый период 2013-2014, тоже эту тему обсуждали. Пусть нас не слышит Минтранс, но наш дорожный фонд региональный и прокуратура. Минтранс и прокуратура. Наш дорожный фонд далек от нормативного. Вот и все. По поводу платных дорог вы ошиблись с цифрой. 200 миллионов и больше мы не собрали. Мы собрали 178 миллионов с платных дорог. Спасибо. Спасибо, Андрей Анатольевич. Пожалуйста, фракция «Справедливая Россия» Олег Михайлович Бричак. Лев Маркович, вы задали пять вопросов, еще есть другие депутаты. Вы задали пять вопросов. Александр Алексеевич, вы голос на сессии не повышаете, мы все умеем повышать голос. Я не повышаю, потому что вы меня перебиваете. Я говорю, вы перебиваете. Вопрос по здравоохранению был одним вопросом. Вы задали пять вопросов. Александр Алексеевич, у вас есть желание, чтобы было ограничение в вопросах? Лев Маркович, вы забываете, что у нас 44 депутата присутствуют здесь. Пусть все зададут, у нас раз в год отчет губернатора. Пусть все зададут вопросы. В чем вообще проблема, Александр Алексеевич? Поясните мне. Проблема во времени. Мы сессию будем переносить на следующий день тогда. Задавайте, пожалуйста. Мы не будем переносить. Задавайте, пожалуйста, задавайте. Спасибо, господин председатель. Андрей Анатольевич, я хочу вернуться к пересчету норматива финансирования учреждений культуры. 23 декабря минувшего года Псковское областное собрание депутатов приняло постановление о том, что данный новый норматив должен быть представлен в первом квартале 2012 года. Первый квартал завершен. Вы сказали в своем выступлении, что норматив, безусловно, будет пересмотрен. Уточните, пожалуйста, когда Псковское областное собрание депутатов получит новые предложения по нормативу. Спасибо. Лев Маркович, как только Вы найдете время в своем плотном графике и с Татьяной Алексеевной Бариновой, у нас есть конкретное предложение. Именно в рамках ответа на Ваш депутатский запрос, который Вы направляли, в нем было больше, чем три вопроса, по-моему, сейчас я Вам скажу, порядка семи, по-моему, да? Да, семь вопросов. Вот в рамках ответа на этот запрос я Вам предлагаю просто с Татьяной Алексеевной встретиться и, может быть, в более расширенном составе это сделать, если депутаты, представители других фракций, они же тоже в этом заинтересованы. Мы конкретные предложения Вам озвучим. В письменном виде эти предложения Вы практически установлены законом срок, буквально сегодня получите. Спасибо. Я действительно подтверждаю, что нормативы на содержание муниципальных учреждений культуры в сторону понижения пересматриваться не будут. Там предложена целая шкала, в зависимости от бюджетной обеспеченности каждого района. Районы разбиваются на три группы и в зависимости от этого предлагается свой норматив. Спасибо. Пожалуйста, Олег Мик. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко. Партия граждан за власть народа. 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 Продолжение следует...